И в Тумкалинском регионе, в частности в селе Зумса, я осмыслил одну важную черту нашего народа. Потом это подтверждалось и в других местах, где приходилось бывать в полулегальном положении. Это тщательно оценивать и примерять человека из власти к его должностному положению через его поведение в конкретной ситуации и только исходя из этого строить взаимоотношения с ним. Это не относится к нормам гостеприимства, которые неукоснительно соблюдаются всегда в традиционном минимуме. Речь идет о том, насколько близко к сердцу воспринимает тебя тот или иной горец чеченец. Выяснилось, что у людей очень много вопросов к власти, политического и социального характера. Даже война не списала ни одну из этих проблем до военной жизни, хотя многое они сами отодвинули до лучших времен. И пока мы не ответим на все их вопросы, эти люди так и будут находиться в двойственном положении. Не то сторонники, не то попутчики. Хотя сами они убеждены, что являются сторонниками чеченской государственности и будут глубоко оскорблены, если поставят это под сомнение. Главным моментом в ответах на их вопросы должно стать четкое определение, где основная политическая опора независимости и каковы приоритеты кадровой политики. Иначе говоря, нужно определиться, с кем мы – власть. Явно давало себе знать и другой пробел в нашей государственной политике – отсутствие проработанной программы в области молодежной политики. Ведь за период с 1991 по 1994 годы мы так и не сумели взяться за укрепление молодежной организации. Вследствие чего, особенно вузовской, учащаяся молодежь осталась под воздействием Гакаевых, Бугаевых, Ахмадовых и прочих лжеинтеллигентов. Что сегодня сказывалось? Это были ошибки и непросто. Возможно, что даже эта война спасла нас от разочарования в самих себе. Многие это осознают и благодарят Бога за милосердие. Я это еще раз почувствовал в общении со многими людьми, оказавшимся между войной и миром, и даже с бойцами, ежедневно противостоящими смерти. Видимо, по этой причине оказались многие добропорядочные люди, преданные идее независимости, духовного возрождения народа. В глубоком тылу, если так можно выразиться о чеченском тыле. В частности, в том числе Мюриды Кунта-Хаджи, жители Грозного Умар, Балавди и Докка, которых я встретил в селе Зумса. Как и многие другие, они нашли приют далеко от дома. И таких было полно. По всему Итум-Калиновскому региону, да и в Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском, Грозненском, Шалинском, Веденском и других регионах. То есть везде. Эти люди, которые могут и хотят служить делу независимости, остались незадействованными. В основном по нашей вине, то есть по вине государственных руководителей. И на уровне центра, и на уровне местных властей. А это огромный потенциал, который необходимо реализовать для окончательной победы в борьбе с русскими агрессорами. Кроме того, еще далеко не до конца преодолена нами социальная и политическая близорукость. Особенно в сельских местах, где политическая дифференция только началась и имеет свою особую специфику. Ясно одно. Именно в указанной высшей среде необходимо искать политическую опору независимости. Значит и нашей власти. Там есть самое главное. Иман. Чего не хватает и всегда будет не хватать. Всякого рода бывшим и маститым всех мастей из научной, творческой, культурной и иной публики. Иван. 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 В этом меня убедила война. Их простая чеченскость выше и перспективнее для судьбы нации и государства, чем европейская оккультуренность и жеманство гражданских импотентов, называющих себя деятелями культуры и науки со своими докторско-кандидатскими регалиями и прочими званиями. Выше прежде всего тем, что простота этих рядовых граждан излучает Иман, который давно потерян многими из тех культурных интеллигентов, а некоторые и не имели его вообще от роду. Разумеется, что под категорию докторско-кандидатских отчепенцев попадают не все, имеющие научные степени и звания. Война определила, кто есть кто. И народ сам все увидел воочию. Тем более, увидит это и наши потомки. К такому мнению я приходил везде, где мне пришлось дислоцироваться за последний год. А это самые различные уголки Чечения. Ярыш-Марды, Элистанжи, Махкеты, Борзой, Нихала, Зумса, Шалажи, Рошня-Чуэ, Башин-Кале и Тум-Кале. Вообще-то, нужно отметить, что тот потенциал, который хоть прямо и не был задействован на войну, именно в силу нашей чрезвычайно плохой организованности, особенно в молодежной среде, все же явился той силой, что удержало ситуацию в тылу и даже в местах, через которые прокатилась война на позициях чеченской власти, несмотря на очень серьезные происки вражеских элементов. В этом меня убедили конкретные примеры – Нихалы, Башин-Кале и других сел и чхерии. Например, в Нихале ситуацию контролируют такие ребята, как Мансур, Салам и Аббас, а в Башин-Кале – Имран, его братья, Магомед-Эмин и другие молодые парни, готовые выполнить любые возложенные на них задачи по защите независимости. Из этой среды и формируются вторые и третьи эшелоны ополченцев, державшие фронт. «Известие о походе Шамиля Басаева в Буденновск застало нас в селе Зумса. Это был великий перелом в сознании чеченцев, и не только бойцов. Было доказано, что существует возможность воевать на территории России. Внимательно начал следить за переговорами. Их можно было вести немного эффективнее. Инициатива была упущена с самого начала. Соглашение по блоку военных вопросов я увидел только числа 10 августа 1995 года, когда прибыл в Рожь-Течуя. Она вызвала тревогу. Положение могла спасти только активность наших бойцов, спешно занимающих села. Так и случилось. Опять ошибку политиков исправил сам народ. Вот в чем наша сила. А мир недоумевает. В зумсойский период я занимался также содействием штабу обороны, укреплением региональных структур власти, где в частности заменил главу Итумкалинского РИУП, Ахмадова на принципиального и решительного мусора Батукаева. Находясь в селе Зумса, я также организовал оперативную группу отдела безопасности вице-президента, который занимался вопросами осуществления контроля над деятельностью гражданских и военных структур региона, что было вызвано военной политической необходимостью. В этом населенном пункте погиб и Казбек, наверное, самый дисциплинированный и ответственный из бойцов моей охраны, но еще более скромный и сердобольный. В начале августа 1995 года по распоряжению президента я перенес свой штаб в село Рошничу и занялся общим руководством переговорного процесса между Россией и Чкирией. Здесь были написаны еще 4 статьи, вошедшие в настоящую книгу. Думаю, что в ближайшем будущем удастся более подробно осветить события февраля-декабря 1995 года, в той части, к которой я имел непосредственное отношение. Нужно только упомянуть, что за период с ноября 1994 года, когда РФ начала открытую войну против ЧРИ, с еще большей, чем прежде, активностью начал действовать Абдурахман Автарханов. Помню его послание, поступившее в так называемый бункер Дудаева еще в конце декабря 1994 года, где Абдурахман выражал восхищение своим народом и его лидерам. «Дорогой мой Джохар», – писал он, «в этот судьбоносный час, когда речь идет о том, быть или не быть всему чеченскому народу на этой грешной земле, хочу, дорогой Джохар, обратиться лично к тебе с моим, может быть, последним прощальным словом. Ты обессмертил имя чеченского народа, подняв перед всем миром знамя свободы и независимости твоих великих предшественников, шейха Мансура, имама Чечения и Дагестана Шамиля. В то время, когда пресловутые отцы великой западной демократии трусливо дрожат перед палачами из Кремля, считая народоубийство на Кавказе внутренним делом Москвы, ты на деле доказал, что Запад дрожит перед колосом на глиняных ногах. Да поможет тебе Аллах довести великое знамя Кавказской независимости до победного конца». Мой разговор с Абдурахманом с начала войны произошел 17 сентября 1995 года по телефону. Изрош не чуя. Связал меня с ним Саид Хасан Абу Муслимов. Абдурахман был очень обеспокоен подписанным 31 июля 1995 года соглашением по блоку военных вопросов. Разговор был долгим. Он предложил рассмотреть свои предложения по урегулированию взаимоотношений с Россией, которые мы внесли на Народный конгресс ЧАРИ от 19 сентября 1995 года. В этом разговоре, в самом его начале, когда Абдурахман узнал, что будет разговаривать со мной, он высоко отозвался о моей книге в преддверии независимости, статьях и стихах. И закончил буквально следующими словами. «Твои книги очень нужны будут членскому народу в будущем». Так как весь наш разговор мы с Саид Хасаном записывали на магнитофон, эта запись у меня тоже сохранилась. Отвечая на информацию Саид Хасана о том, что так называемая оппозиция пытается внушить народу, будто Абдурахман Автарханов не поддерживает политику Джоухара Дудаева, и в прошлом, и тем более сегодня, что Дудаев, мол, обманывает народ, выдавая свои инсинуации за мнение именитого земляка, Автарханов еще раз подтвердил свою позицию полной поддержки политики нашего президента. Именно только он и называет президента Чири Дудаева «наш президент, мой президент». Обосновав свою поддержку, он сказал «скажите тем, кто сомневается в моей позиции, пусть они укажут меня на хоть один момент, когда у меня позиция в чеченских вопросах расходилась с позицией нашего президента Джоухара Дудаева». Этого не было ни разу, даже тогда, когда я не знал позиции Дудаева по тем или иным вопросам. Высказанные нами совершенно независимо друг от друга позиции в любом вопросе борьбы чеченского народа за независимость полностью совпадали. Совпадали позиции Джоухара Дудаева и Абдурахмана Автарханова и по соглашению с 31 августа 1994 года, когда примерно через месяц в Рошничу приехал Тамерлан Кунта, сын Абдурахмана, то он объяснил некоторые подробности визита Мадиева к Абдурахману осенью 1994 года. Кстати, на обратном пути из Чиэри в Дагестане Тамерлан Кунта был арестован ФСБ РФ. Хочется отметить, что традиции чрезвычайного, ответственного, высочайшего гражданского отношения к ситуации в нашей стране и в частности к моей миссии, которая соприкоснулась их судьбой непосредственно, продолжили жители селений Рошничу и Шалажи. Особенно семьи Сахида и Кисы Идрисовых, Рейхант и Абдула Мажиевых, Абдура Закова, Замы, Майребека Идрисова и других. Необходимо тоже отметить, что Уросмартановский район с середины 1995 года стал основным местом дислокации высших органов государственной власти Чеченской республики Ичкерия. Какая-то закономерность, исходящая от самого создателя, не позволила этому одному из центральных регионов Чечени остаться в стороне от общечеченской судьбы. Хотя некоторые силы и старались в этом. В заключении сделаем несколько резюмирующих акцентов, не претендуя на выражение исключительной истины, даже чего-то нового, неизвестного многим читателям, а с целью напомнить многократно говоренное. Во-первых, вопреки пермаментному террору и политике геноцида руководства Российской империи в отношении всего чеченского народа на протяжении последних четырех веков, выразившейся в акции неслыханного по масштабам и формам физического, духовного и этнического насилия над ним, с целью стереть его с лица земли и вычеркнуть навсегда из человеческой истории, чеченский народ не только сумел сохранить себя и выжить, но и возродился, восстановив свое независимое национальное государство. Во-вторых, весь современный путь борьбы за восстановление независимой чеченской государственности, начиная от первого этапа общенационального съезда чеченского народа, проходившего 23-25 ноября 1990 года и включая выборы президента и парламента Чеченской республики 27 октября 1991 года, в наиболее полной мере соответствует требованиям легитимной преемственности и изменений статуса национальной государственности и проходил в полной соответствии с принципами международного права. Более конкретно об этом изложено в статье «Мир и мы. Правовой акспект проблемы», которая помещена в приложении к данной книге. В-третьих, сколько бы раз Россия не оккупировала Чечению и не проводила всевозможные выборы под своих марионеток, «Единственной, основной, на которой можно урегулировать российско-чеченские взаимоотношения, является Конституция Чеченской республики Ичкерия. И от этого факта некуда деться ни России, ни мировому сообществу в лице ОН, Европарламента, различных союзов и совещаний, трусливо закрывающих свои глаза и уши в тщетной попытке не заметить и не услышать очевидные, но неоспоримые факты и аргументы». В-четвертых, в результате российско-чеченского противостояния 1991-1995 годов чеченский народ освободил, излечил свое национальное самосознание от пагубного наследия колониального прошлого, многовекового российского имперского идейно-политического насилия, социально-политической, экономической, иждивенческой философии и психологии, комплекса неполноценности, присущего сегодня всем народам колониальной империи, оказавшимся на обочине истории, в стороне от магистрального мирового развития, в ситуации, в которой пыталась Россия удержать и чечению с целью ликвидации чеченцев как нацию. В-пятых, чеченский народ прошел очень важный этап излечения от эмоционально-субъективных подходов к разного рода политическим проблемам, организациям, их лидерам и выдвиженцам, выработал иммунитет к общественно-политической демагогии, от наивных надежд на могущественные личности, перешел к осмысленной опорой на всемогущего бога, его воли и законов. Он познал, в чем сила и бессилие человека и народа. В-шестых, чеченский народ на своей шкуре испытал, что означает понятие чужое государство, свое государство и кормить чужую армию. Он практически излечился от опасной болезни, неадекватного восприятия всего русского, в том числе и русской демократии. В-седьмых, чеченцы показали всем колониальным народам Российской империи реальный путь национального освобождения и доказали на практике его осуществимость. Чем, надо быть уверенным, обязательно все они воспользуются. В связи с изложенным выше, очень важно, чтобы человек личность осознал, как много значит для него самого его личное участие в том или ином большом деле. Тем более, в таком глобальном, как всеобщенациональное освобождение, для правильной оценки восприятия самого дела, а также определение своего места как в обществе, государстве, так и во всем мироздании, вместе с непостижимым космосом. Это позволит постигнуть глубинную истину, что счастливым может быть лишь тот, кто прочувствовал свою жизнь судьбой. Ибо жизнь и судьба – суть разные вещи лишь до тех пор, пока человек с Божьей помощью не объединит их в единый сплав. А это предполагает согласие человека с той истиной, что все в мире совершается по всеобъемлющим законам Всевышнего, а мы, в лучшем случае, в состоянии осмыслить лишь один момент, охватывающий нашу жизнь, ложную вечность мгновения. Большего нам и не нужно пытаться делать, просто нужно всю энергию духа и разума направить на честное, совестливое отношение к этому мигу. И тогда миг жизни каждого из вас впишется в бесконечность вечной жизни. И, наконец, что касается причин, мотивов, хронологических рамок русско-чеченской войны, то истина не может быть выяснено, есть ли проблема будет рассматриваться с выдергиванием чечения, чеченцев и их борьбы за восстановление независимости из контекста процессов общечеловеческой борьбы и развития. Это предполагает абсолютно все методы, средства и механизмы борьбы в достижении национальной независимости любого из народов, что закреплено в декларации прав человека и положено в основу нашей борьбы. А самое главное, это предначертано самим Всевышним. Важным моментом в понимании наиболее полном осмыслении русско-чеченской войны является и тот факт, что в войне против Чечения на стороне России участвуют все страны СНГ в лице их официальной политики в той или иной мере, что ляжет вечным пятном позора на их историю. Очень значимым является и вопрос, когда началась последняя русско-чеченская война. Казалось бы, здесь не может быть разнотечий. Но проанализировав события с 1991 по 1995 год, в том числе изложенные в настоящей книге, думаю, что есть полное основание считать датой начала русско-чеченской войны не 26 ноября 1994 года, когда Россия вероломно атаковала город Грозный или же день начала официального ввода войск на территорию Ичкерии, а 2 ноября 1991 года, когда Верховный Совет РСФСР объявил выборы президента и парламента ЧР недействительными. Своим указом от 6 ноября 1991 года о введении чрезвычайного положения на территории Чечена-Ингушетии, Ельцин попытался реализовать то, что было сотворено ВСРФ под руководством Руслана Имрановича Хасбулатова. Последующие же этапы этой войны носили разнообразный характер интервенции России против Чечения – политические, экономические, уголовные и военные до декабря 1994 года, в основном силами наемников, часть которых набирались из предателей чеченского народа – очепенцев и рецидивистов. А те немногочисленные моменты переговоров между чеченско-российскими сторонами являлись лишь попытками остановить войну. Но здесь вступали в действия различного рода марионетки – Завгаевы, Хасбулатовы, Хаджиевы при таком исходе оставались у разбитого корыта. И война продолжалась. Так и пришла Россия к 26 ноября 1994 года – последней попытки завершить войну силами наемных убийц, подкрепив их кадровым офицерским корпусом из элитных танковых дивизий и мощной боевой техникой. Не удалось. Тогда четырехлетняя новая русско-чеченская война была продолжена на полномасштабном военном уровне под тем же предлогом для мирового сообщества, под которым проводилась первая военная операция этой войны 8-11 ноября 1991 года – восстановление российского конституционного порядка. События в Ингушетии в октябре-ноябре 1992 года были лишь очередной операцией единой войны против Чечена-Ингушетии. Как известно, итогом той акции стал новый захват Ингушетии, новое ее покорение. Сделано это было несмотря на неоднократные заявления ингушей посредством референдумов о своем повторном добровольном вхождении в состав России, чтобы застраховать от развития событий по чеченскому варианту, зная о влиянии Чечени на Ингушетию, движение за независимую от России и государственность получает там мощную поддержку народа. Осетийно-ингушетские отношения были всего лишь хорошо разыгранной картой. И только решительность Дудаева предотвратила тогда, после кровавого подавления Ингушетии, развертывание широкомасштабных запланированных агрессором военных действий против Чеченской республики. Именно в те дни приобщил к своему сану Борис Ельцин новый титул «Борис Кровавый». Изложенный выше подтверждается советником президента РФ по национальным вопросам Галины Старовойтовой в интервью газете «Московский консомолец» от 29 января 1995 года. Описывая поездку Ельцина в Чеченную Ингушетию в марте 1991 года и коснувшись вопроса раздела Чеченой Ингушетии, она свидетельствует. Это планировалось еще в Москве, долго шли разные разговоры. Я не помню, кто был инициатором этого разделения. Вопрос о разделе стал актуальным гораздо позже, в июле 1992 года. Очевидно, что было стремление просто уменьшить зону влияния президента Дудаева. Набор требований президента Дудаева ни разу не рассматривался в Москве, идея переговоров с ним была отвергнута практически с порога. И она же, Старовойтова, добавляет, говоря по поводу впечатления Ельцина о чеченском-ингушетских народах, я думаю, что Борис Николаевич почувствовал значительную психологическую дистанцию, и ему стало ясно, что это народы, требующие особых подходов. Может, эта психологическая дистанция сказалась на его сегодняшних действиях? Это не простая догадка Старовойтовой, а вывод ученого-аналитика, знающего механизм многих решений администрации Московской империи времен царя Бориса Кокровавого в области национальной политики в Чечено-Ингушетии, Осетии, Грузии, Абхазии, Таджикистане, Карабахе, Боснии и т.д. В основе этой политики ни приятие, ни понимание, ни похожесть этих нерусских с русскими. Галина Старовойтова подтверждает и влияние чеченских отщепенцев, оказавшихся в коридорах высшей власти России на пермаментное продолжение необъявленной войны России против Ичкирии. Впоследствии, говорит она в том же интервью, движущей силой многих решений в отношении Дудаева был Хасбулатов. До избрания президента Чечения чеченцем номер один в стране, имеется в виду Россия, был он. И Хасбулатов, возможно, испытывал личную ревность к популярности Дудаева. Остается добавить, что сказанное относится не только к одному Хасбулатову, хотя главным образом именно к нему, но и к Завгаеву и к Хаджиеву, влиявшие на продолжение необъявленной русско-чеченской войны через своих людей под боком того же Бориса. Особенно их влияние возросло, когда Руслан Имранович переселился из Белого дома в Лефортово. Тогда они особо остро почувствовали, что могут взять реванш у Дудаева даже у Хасбулатова и стать чеченцем номер один, но только после того, как уничтожат независимость чеченского народа и государства, уничтожат Дудаева и все, что связано с его именем. Но связанной с Дудаевым оказалась вся судьба чеченского народа, его лучших сынов и дочерей, посвятивших своей жизни делу национальной независимости. Думаю, что на некоторые вопросы читателя, возникшие в связи с изложенным в данной книге, ответят и материалы и приложения. Я только могу гарантировать, что изложил события глазами и сердцем свободного чеченца, как и жил, поэтому прошу принять их, помятуя о том, что главные книги о новой истории чеченского народа еще впереди. И кто бы ни писал эту историю, стопроцентно уверен, что ее может написать только свободный чеченец. Необходимое примечание Пока эта книга доходила до своего издателя, произошли существенные сдвиги в русско-чеченском противостоянии. Все ясно не ощущалась тупиковость своей политики в отношении чечения и позиций на очередном этапе чеченского урегулирования. Россия попыталась присобачить к своим думским выборам и выборам в легитимные органы власти Чеченской Республике, чем окончательно дискредитировала себя в глазах мирового сообщества и отрубила последние нити надежды чеченского народа на благоразумные подходы империи к проблеме взаимоотношений с народом, перед которым она, Российская империя, должна была слезно каяться, прилюдно и коленопреклонно. Попытка выборов вызвала ответную реакцию чеченского народа. Бойцы чеченской армии заняли на период с 14 по 21 декабря 1995 года абсолютно все районные центры и города Чечении, где Москва планировала фарс с так называемыми выборами главы ЧЕР, кроме Грозного, напичканного оккупационными войсками и села Знаменское, родного гнезда главной российской марионетки. Вследствие чего миру было продемонстрировано, кто реально контролирует территорию Чечении. Кроме того, ни в одном населенном пункте ЧЕР и, кроме Грозного и нескольких сел надтеречного района, не были даже открыты избирательные участки. Более того, не было и попыток их открыть, кроме как в Урусмартане, где они, кстати, закончились весьма безуспешно. О каких-то завгаевско-ельцинских выборах и речи не было. Во что вылился весь этот фарс? Только в Грозном реально действовал один так называемый избирательный участок, на котором проголосовали оккупационные войска, структура оккупационного режима и завгаевское марионеточное окружение, а также несколько журналистов международных сеймей по несколько раз каждый, чтобы воочию убедиться в трагикомичности ситуации. Из числа щенцев в Грозном проголосовал чуть больше тысячи человек, это все те, кого наскребли под своим родственникам завгаевцы, и то со слезными мольбами не только. Даже в Знаменском, родном краю доку Гапуровича, процент участия в выборах не дотянул и до 20, за что люди, ответственные за этот избирательный участок, получили сильную избучку от братьев завгаевых, которые пригрозили, что они не допустят к власти никого, кто не будет лично предан им, вплоть до готовности пожертвовать ради них своей жизнью. В результате всего изложенного Россия в очередной раз опустила себя до состояния полного политика государственного маразма, еще раз продемонстрировала неспособность к действиям сообразно в ситуации элементарной честности, в взаимоотношениях с кем-либо. Но губительней всего оказались последствия политики России по выборам чеченского главы своей мафии в Гудермесе, а затем и в селении Первомайского Дагестана, где две сотни чеченских бойцов дважды в течение одного месяца продемонстрировали свое полное военное и морально-психологическое превосходство над всем российско-имперским монстром. Россия же, попытавшись отыграться за сокрушительное военно-политическое поражение в Уденовске летом 1995 года, буквально через полгода потерпела еще более сокрушительное поражение, крах был полным и военным, и политическим. А российский президент на радостях по представившимся случаю продемонстрировал свое огромное, неуемное желание разжечь натуральную резню между чеченским и дагестанским народами, выражая это крайне циничными выражениями и жестикуляцией перед мировой телеаудиторией. Ко всему прочему он продемонстрировал, каким это суверенитетом обладает Дагестан и прочие субъекты Российской Федерации. И последнее. Наконец-то объявлено намерение РФ решать в дальнейшем проблему русско-чеченских взаимоотношений политическими средствами. Даже грозненские марионетки прокукарекали и закудахтали о чем-то подобном, как вывод российских войск. А чеченский народ ответил на это общенациональным бессрочным митингом в городе Грозном, в котором ежедневно участвует по несколько десятков тысяч человек. Над израненным дворцом президента ЧРИ водружены зеленое знамя Газавата и государственный флаг Чеченской республики Ичкирия, а на фронтоне здания вывешены портреты президента Джоуха Радудаева. Народ чеченский требует безоговорочно вывода российских войск и признания независимости в Чечении. История, несмотря на то, что ее подопечные, особенно облегченные властью, не хотят учиться на своем горьком опыте, вновь и вновь демонстрирует нам преклонную логику, путь к свободе чревать многими трудностями, но непременно увенчан победой борющегося народа. Свободным становится лишь тот, кто посмел им стать, особенно народ. И тысячу раз прав великий Гегель, свобода истина лишь как государство. Особенно это актуально относительно свободы народа, нации. Чеченский народ, к счастью, это осознал и твердо. 06.02.1996 год.